268 дворов и 116 общественных территорий за три года, в том числе 15 скверов и 8 парков. В благоустройство Брянщины с 2017-го вложен почти миллиард рублей. Из них без малого 600 миллионов на формирование комфортной городской среды. Значительную часть расходов на себя взял федеральный бюджет. Из областного выделено 53 миллиона, еще 33 составили средства муниципалитетов. Качество жизни благодаря приоритетному проекту повысили жители 426 многоквартирных домов. В 37 муниципальных образованиях региона появились 2500 скамеек, 1600 светильников, 265 спортивных и детских игровых комплексов, более 250 тысяч метров, заасфальтированных проездов и тротуаров. Предварительно проведенное голосование, предварительно разработанный проект, вовремя проведенные работы по торгам. И, как видим, уже готовый воплощенный проект, который стал украшением этого города и, в принципе, украсило нечего. Брянск, Клинцы, Новозыпков, Сельцов, Окино и еще с десяток поселений. Площадки для благоустройства выбирают сами жители. В 2020-м среди претендентов на ремонт наибольшее количество голосов получили Брянская набережная и сквер на Литии, привокзальная площадь на станции Брянск-1, Центральный Бежицкий пляж, городской и Ленинский парки в Клинцах. Определиться с приоритетами Брянцам помог проект «Решаем вместе». В прошлом году преобразование затронули 89 объектов. К примеру, в Красной горе по инициативе граждан был установлен памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и облагорожена прилегающая территория. Учитывая эпид-обстановку, работы в этом году велись с максимальной осторожностью, но по графику и под пристальным наблюдением специалистов. Все планово, соблюдение мер защиты и подготовительными работами. Цель – сделать не просто быстро, но и качественно. Из тех же соображений дальнейшее преображение набережной в Брянске перенесли с текущего на следующий год. Сначала нужно сделать гидрологические и геологические исследования, а уже потом оформлять аллею, велодорожки, спуски к воде, небольшой пирс, зону отдыха и спортивно-игровую зону. Речь идет о благоустройстве береговой линии от Славянской площади до дома номер один по улице набережной. По всем дворовым территориям до начала производства работ подрядные организации тепловых сетей выполняют работы по их ремонту, чтобы в дальнейшем после благоустройства территории не было порывов и выполненное благоустройство не нарушалось в связи с аварийными ситуациями. Новозыпковская вокзальная Калинина 2020-й охватил большими переменами 10 дворов в Брянске. На их преображение выделено порядка 61 миллиона рублей. Проектами учтены все пожелания горожан. Это и асфальтирование дорожек, и установка лавок, урн, фонарей, кащелей. 5% от суммы профинансированы самими жильцами. Все нам очень нравится. Дворство красивое, ухоженное. Жители стараются благоустроить, и клумбы рассаживают. Дядьково, Почеплю, Бахна и Вод. Проект добрался до самых отдаленных районов Брянщины. В Сураже за счет формирования комфортной городской среды отремонтировали мемориал в честь 300 воинов. В Клетне обновили парк культуры и отдыха. В Белых берегах привели в порядок самое популярное здесь место отдыха. Те объекты, которые были сделаны три года назад, они находятся в исправном состоянии. За ними ухаживают управляющие компании. За ними ухаживают сами жители, и они всем довольны. Есть какие-то маленькие замечания, которые устраняются. Программа, я считаю, что в целом на территории Брянской области реализуется грамотно, правильно и качественно. Пожалуй, самыми знаковыми стали открытие сквера имени Александра Волкова, первого президента Удмуртии и почетного гражданина Брянска. Ремонт площади у вокзала Брянск-1, реконструкция Беженского пляжа, обновление территории у бывшего завода литий, благоустройство Майского парка. Последний включен во Всероссийский реестр лучших проектов по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации. Зная о важности каждого из объектов, подрядчики взялись за дело с холодным умом и горячим сердцем. Мне вдвойне приятно принимать здесь участие, так как я житель Фокинского района. Я гулял по этому скверу, работал на этом заводе литий в молодости. Поэтому мы видим, что в том году сдался детский садик здесь рядышком. И, конечно, это будет комфортная зона для проведения времени жителей этого района. Работы на литий близки к финалу. Плитка уложена, зелень высажена, фонтан готов к запуску. Еще недавно здесь было всего шесть скамеек, будет 25. Дети и взрослые охотнее идут сюда гулять, кататься, дышать свежим воздухом. Оценка старожилов к происходящему тоже меняется на глазах. Уже на протяжении того промежутка времени, сколько мы здесь работаем, уже мнения людей меняются, очень сильно меняются. Изначально мы приехали, зачем мне надо все хорошо, не ломайте, не трогайте. А сейчас появляется такая небольшая эйфория радости у населения, у местного, что все классно, молодцы ребята, так держать. 15 августа официально сдан в эксплуатацию центральный пляж Бежицкого района. 12 миллионов рублей, 55 тысяч квадратных метров и всего 60 дней на выполнение контракта. За неполные два месяца проделан огромный фронт работ. Подрядчик спилил сотню старых деревьев, убрал бурелом, заасфальтировал центральную аллею, установил фонари по ее периметру. Вот, вот, вот опора освещения. Сколько их всего? Всего 34 опора. Они уже подключены и готовы к эксплуатации. И их проверяли уже, работает освещение? Освещение будет проверяться вечером. Они будут автоматически включаться и в 4 или в 6 утра отключаться. В прибрежной зоне пляжа появились новые зонтики, скамейки, стационарный туалет, площадка с мусорными контейнерами. Добираться сюда теперь проще. Есть асфальтированные тротуары, а главная лестница оснащена пологим пандусом. Старая 40-метровая таких атрибутов цивилизации не имела. Новая 87-метровая и безопаснее, и эстетичнее. Для расширения пляжа, предположительно, с брянских орликов сюда было завезено более 1350 кубометров песка, белого и чистого. Теперь пляж стал шире, светлее и с точки зрения эпидемиологической безопасности комфортнее для соблюдения полутораметровой дистанции. Масштабное благоустройство дворов, парков, скверов, памятных мест и других общественных территорий продолжается. На реализацию мероприятий проекта в 2020 году предусмотрено 349 миллионов рублей. Будет благоустроено 34 общественных пространства и 155 дворовых территорий. Уже завершены работы на 72 дворовых и двух общественных территориях в восьми муниципальных образованиях. Важно, что благодаря совместным усилиям бережное отношение к итогам труда строителей гарантировано. Качество работ контролируется и со стороны чиновников, и со стороны населения. Есть общая заинтересованность, будет и достойный результат. Светлана Дробкова специально для программы «События».